Как искусственный интеллект создает пузырь на американском фондовом рынке? Из-за чего банки Армении отказываются принимать карты МИР после 7 лет работы с ними? Какие выплаты по иностранным бумагам смогут снова получить россияне? Почему акции Яндекса обновили максимум с 2022 года? И для чего государству понадобилось собирать еще больше данных о населении в одном хранилище? Друзья, всем привет! С вами Кира Юхтенко, вы смотрите InvestFuture и все эти прекрасные новости мы с вами обсудим в самые ближайшие минуты. Это ежедневный дайджест новостей от нашей команды. Если вам нравятся наши работы, то не забывайте ставить лайки под видео, можно сделать это вот прям сразу. Ну и если вдруг вы еще на наш канал не подписаны, то обязательно подпишитесь и проверьте, что у вас стоит колокольчик на все выпуски на нашем канале, чтобы вы о них узнавали самыми первыми. Мы работаем для того, чтобы вы становились финансово грамотными, так что присоединяйтесь к нашему сообществу. Друзья, начать я сегодня хочу с редкой в последнее время темы – это новости американского фондового рынка. Раньше мы о нем с вами говорили регулярно, чуть ли не каждый день, но сейчас российские инвесторы фактически полностью отрезаны от американских бирж. И, собственно, смысла травить душу американскими акциями я не вижу. Мы сосредоточились на московской бирже. Но США продолжают задавать тренды, которые влияют и на все остальные рынки тоже. И вот об одном из них мы с вами сегодня и поговорим. Итак, в последние месяцы стали громче звучать разговоры о пузыре, который надувается на американских биржах. Ну, на самом деле четкого представления, что собой такие пузыри представляют, нет. Но точно понятно, что их раздувают инвесторы, когда скупают активы и не думают, привязана ли их цена к реальной экономике и коррелирует ли она с ними. То есть главное здесь не результаты бизнеса получается, а просто наличие покупателя, ну, а точнее целые толпы вот таких вот иногда немножко бездумных покупателей. Плюс нужна какая-то генеральная идея, которая может объяснить все претензии к высоким ценам на рынке. И сейчас такая идея, собственно, есть. И это, конечно же, он вездесущий искусственный интеллект. Рынок верит, что технологические компании, которые имеют к нему отношение, точно разбогатеют и будут работать суперэффективно благодаря нейросетям. Ну, а потребители при этом будут пользоваться искусственным интеллектом в повседневной жизни так же активно, как мы сейчас пользуемся смартфонами и социальными сетями. Ну, вот поэтому, например, Apple планирует добавить в свои айфоны искусственный интеллект Gemini от Google. Ну, а Nvidia накануне буквально представила самый мощный в мире чип для обучения искусственного интеллекта. Он позволит снизить стоимость процесса и энергопотребление в 25 раз. Ну, как тут не бежать, да, закупаться акциями вот прямо сейчас срочно. Ну, вот, собственно, бумаги техногигантов и растут у нас как на дрожжах, таща за собой наверх весь американский рынок. Но вопрос, надолго ли этот тренд? Ну, вот, например, легендарный Ray Dalio считает, что ралли американской фонды вполне обоснованно, но только при одном важном условии. Главное, чтобы искусственный интеллект все-таки обеспечивал реальный рост выручки и эффективности бизнеса. Как этого ожидает рынок и как он уже закладывает в свою цену. Но, справедливости ради, возможно, и другая ситуация. Ну, допустим, каждый человек на планете станет ежедневно пользоваться нейросетями и в какой-то момент рост спроса просто прекратится. Для всех нас искусственный интеллект станет такой же обыденностью, как сегодня социальные сети или интернет-поисковики. И вот тогда зарабатывать на хайпе вокруг этой технологии уже не получится. Хотя, с другой стороны, и социальные сети, и поисковики на сегодняшний день это одни из крупнейших по капитализации компаний на фондовых рынках разных стран. Но при этом, с мнением Рэя Далио согласны не все. Но, например, глава JP Morgan Джейми Даймон уже видит признаки пузыря на фондовом рынке. Правда, он это считает последствиями вертолетных денег еще со времен пандемии. В то же время в Goldman Sachs говорят, что крупнейшие акции из индекса S&P 500 действительно дорогие. Цены в среднем в 25 раз выше прогнозных доходов. Но рынок и настроение инвесторов – это одно дело. Все-таки я говорила, что пузырь – это когда все забывают о реальной экономике и об ее проблемах, которых в США сейчас на самом деле тоже вполне себе хватает. Там снова возвращаются риски банковского кризиса, ну а в экономике растет долговая нагрузка при рекордно высокой ставке. Также есть политические разногласия и бюджетный дефицит, который иногда даже ставит страну на грань дефолта. Плюс на горизонте уже маячит новая торговая война с Китаем, так что в общем нельзя сказать, что все как-то абсолютно безоблачно. Поэтому на американском рынке, ну как минимум, напрашивается коррекция. Все-таки США растут почти без изменений с осени 2022 года. Но если динамика не изменится, а проблемы в экономике не рассосутся, то очертания пузыря будут становиться, вероятно, все более четкими. Поэтому за этим тоже будем с интересом наблюдать. Возвращаясь к искусственному интеллекту, я в очередной раз отмечу, что зарабатывать на нем могут не только крупные компании, но и мы с вами. Я уже давно советую присмотреться к нейросетям как к способу быстрого и эффективного выполнения заказов в интернете, который обеспечит вам простую и прибыльную подработку на удаленке. Признаюсь, что от части людей я в ответ слышу только скепсис и отсутствие желания даже попробовать, а при этом другие просто идут и делают и, как правило, весьма быстро получают желаемый результат. Вот один из таких конкретных примеров – это Светлана Васильева, это ученица Сергея Эйля, нашего практикующего специалиста по нейросетям. Она начала свой путь на удаленке абсолютно без опыта и базовых знаний о фрилансе, и в первый же месяц вышла на доход более 50 тысяч рублей. И это всего за 33 задания, на выполнение которых уходило по 2-3 часа в день. Ну а результат получился, собственно, на уровне официальной средней заработной платы. Если вы тоже хотите попробовать свои силы на удаленке, чтобы работать в свободном графике из любой точки мира, то, друзья, записывайтесь на бесплатный прямой эфир. Он пройдет уже в эту среду, 20 марта, старта в 7 часов по московскому времени, ну в 7 вечера, естественно. Эфир совместно для вас проведут Сергей и Света. Вы из него узнаете, как правильно начинать свой путь на фрилансе, чтобы не наделать ошибок и чтобы быстро получить первый доход. Ну а еще вы поймете, как закрепить успех и зарабатывать на удаленке не только много, но и стабильно. Это тоже важно. Для этого Света раскроет главную интригу, как ей удалось заработать больше 100 тысяч рублей на фрилансе всего за одну неделю. Это вот из свежих ее побед. Опыт уникальный, делится таким довольно редко и тем более бесплатно. Так что записывайтесь на эфир. Можно сделать это прямо сейчас, пока еще остались свободные места. Ссылочка для регистрации в описании к этому ролику. Ну, а мы с вами пойдем дальше. Друзья, когда почти месяц назад западные страны опубликовали очередные пакеты санкций, многие выдохнули. Ну, каких-то супер жестких ограничений, которых мы, в общем-то, опасались, тут не последовало. Но я тогда вот сразу отметила, что и от введенных западных мер последствия точно будут. Просто мы не сразу их почувствуем. Ну и вот сегодня очередное эхо от санкций месячной давности до нас все-таки докатилось. Итак, абсолютное большинство банков Армении заявили, что с 30 марта прекратят обслуживать и принимать карты МИР. Исключение составит лишь ВТБ. Армения – это дочка одного из крупнейших российских игроков. Остальные готовятся перепрограммировать свои терминалы и банкоматы, оплачивать покупки в офлайн-магазинах или снять и внести наличные. Через них больше не получится. Ну и причиной, как, в общем-то, несложно догадаться, стали именно американские санкции против национальной системы платежных карт. Это оператор платежной системы МИР. Еще с 2017 года ее карты начали принимать в Армении. Ну и вот после, собственно, 7 лет работы, видимо, все. Банки опасаются последствий санкций в свою сторону. Ну и на политической арене между нашими странами в последнее время появился, ну такой, судя по всему, некий холодок. В НСПК, кстати, ситуацию уже прокомментировали. По их словам, российская сторона вообще никак не ограничивает работу карт МИР в дружественных странах. Но они сами решают, принимать их или не принимать. Похожий комментарий, кстати, дал и Центробанк Армении. Ну, мол, никакого распоряжения сверху не поступало. Каждый коммерческий банк сам для себя решает, с кем ему работать. Но зато в Госдуме дали более, ну, скажем, эмоциональный комментарий. Там отметили, что минусов от этого решения больше для самой Армении. Ну, мол, сами себе создают проблемы. Так считают в Госдуме. Уж не знаю, как там на деле получится. Напишите в комментариях, что вы на сей счет думаете. Но нет худа без добра. Или тут, скорее, другая поговорка подойдет. Никогда не знаешь, да, где найдешь, а где потеряешь. Потому что в один день с новостями о решении армянских банков Куба вдруг тоже затронула эту тему. Только уже в другом ключе. Власти страны решили сделать прием карт МИР обязательным условием для кубинских заведений. Причем абсолютно всех. Местный министр туризма пообещал сделать так, чтобы в стране было невозможно иметь точку с безналичной оплатой и при этом не принимать карты российской платежной системы. Такие вот дела. Довольно неожиданно. Ну и теперь кубинцам, как и армянским коллегам, придется тоже перепрограммировать свои терминалы оплаты. Но только цели у них, соответственно, разные. Ну и вот в контексте этих новостей давайте мы с вами вспомним, где сейчас можно карточкой МИР расплачиваться. Список, на самом деле, пока относительно небольшой. Это Венесуэла, Вьетнам, Абхазия, Южная Осетия, Киргизия, Таджикистан, Куба, Беларусь и Казахстан. Хотя с последним в этом плане сейчас не все гладко. Вот недавно местный Береке-банк, кстати, бывшая дочка Сбера, отказался от всех операций с картами МИР. Неизвестно, первый ли он в Казахстане, кто так поступит, или он останется единственным. Но вполне возможно, что после Армении кто-нибудь из соседей тоже может сделать что-то подобное. Не знаю, получится ли в таких условиях реализовать планы ЦБ, по крайней мере, быстро по глобальной экспансии карт МИР. Ранее регулятор отмечал уже, что к 2025 году он хочет увеличить число стран, которые карты МИР принимает до 20, ну а к 2030 году до 35. Но, правда, пока их всего 9. Есть куда расти. Как же платить россиянину в тех странах, где МИР не работает? Ну, можно, например, получить кабейджинговую карту. Это когда выпускается совместная карта двух платежных систем. Ну, допустим, МИР и китайская UnionPay. Еще большой популярностью пользуются платформы для онлайн-переводов. Сейчас это Unistream и Золотая Корона. Хотя вот на вторую в последнее время уже не раз я слышала жалобы от знакомых, что работает с перебоями, очень все долго конвертируется и так далее. Ну вот об очередном сбое в социальных сетях писали буквально только что. Ну и раньше еще была популярная система «Контакт». Но, как вы догадываетесь, после краха Киви-банка ее больше нет, ее прикрыли. Еще два варианта – это попробовать открыть карту местного, то есть иностранного банка. Но далеко не везде. Это будет просто сделать. Ну, либо можно воспользоваться криптой. Вариант рабочий. Сейчас это, в принципе, достаточно популярный и доступный способ. Во многих странах есть обменники. Так что технологии нам в помощь, как говорится. Ну, друзья, если что-то я забыла, вы напишите в комментариях. Можете еще какие-то способы порекомендовать, которыми вы пользуетесь, или какими-то деталями поделиться. Ну, а я пока расскажу, на что именно можно потратить деньги за рубежом, если они у вас есть. Как сейчас российскому инвестору сохранить, ну, а еще лучше и приумножить свой капитал, и диверсифицировать свои активы в условиях, когда число финансовых инструментов ограничено, а держать все в одном кармане не хочется. Тут можно присмотреться к покупке недвижимости за рубежом. И в этом вам поможет международная компания Russia Sotheby's International Realty, представители которой имеют личный опыт проживания в самых разных странах. Sotheby's International Realty – это компания с 50-летней историей, которая была основана легендарным аукционным домом Sotheby's. Сегодня она представлена в 84 странах. Команда Russia Sotheby's International Realty подберет для вас инвестиционную недвижимость для высокодоходного инвестпортфеля и предложит оптимальную программу ВНЖ, ПМЖ, гражданство за инвестиции без необходимости проживания. Сейчас наиболее популярными направлениями у инвесторов являются страны Персидского залива. Меньше чем за 30 лет население этого региона выросло более чем в два раза. Тут появились мировые мегаполисы и бизнес-хабы, ну а благоприятная налоговая среда привлекает инвесторов и предпринимателей со всего мира. Популярна также и Юго-Восточная Азия с ее растущим туризмом, комфортным порогом входа и высокой доходностью от 7% годовых. Ну а в Европе можно получать пассивный доход за счет стабильного спроса на аренду. Разобраться подробнее в перспективных направлениях для покупки зарубежной недвижимости можно 21 марта в 5 часов по московскому времени на вебинаре Russia Sotheby's International Realty. Уже в этот четверг эксперты раскроют тему сравнения двух ключевых регионов – Ближний Восток и Юго-Восточная Азия. Команда расскажет, куда инвестировать в зависимости от ваших целей, объяснит, как диверсифицировать свой инвестиционный портфель. Так что регистрируйтесь, информация точно будет интересна и полезна. Ссылочка для регистрации в описании под этим видео. Если вы уже сейчас ищете, куда припарковать капитал, ну или если вы хотите узнать информацию об этом на будущее, тоже приходите. Ну а мы с вами, друзья, давайте-ка переместимся на наш родной российский фондовый рынок, который мы очень-очень любим. Во вторник индекс Мосбиржи болтался в боковике около отметки в 3300 пунктов, но к вечеру медведи оказались сильнее быков и рынок день завершил снижением примерно на 1%. Нефть во вторник продолжила торговаться в районе 87 долларов за бочку, а вот рубль у нас немного ослаб по сравнению с понедельником. Несмотря на это, бумаги большинства экспортеров все равно ушли у нас в минус. И, кстати, о них давайте несколько слов скажем. Мы тут посмотрели на биржевой индекс нефти и газа и поняли, что за последний год он обогнал широкий рынок примерно на 15%. Причина интереса к сектору в целом понятна. Цены на черное золото довольно высокие, добыча в мире постепенно сокращается, ну а спрос пока и не думает снижаться. На фоне роста доходов российские нефтяники могут выплатить довольно щедрые дивиденды, что, само собой, притягивает инвесторов. Но есть ощущение, что часть прибыли в нефтегазе можно уже зафиксировать. Акции многих компаний, которые ориентированы на внутренний рынок, сейчас у нас отстают в цене от экспортеров. И рано или поздно эта тенденция начнет, вероятно, меняться. В российскую экономику в ближайшие годы планируют влить, на самом деле, огромный объем государственных денег. И, как минимум, частично они достанутся, ну, собственно, компаниям, которые работают внутри страны, что очень логично. Это могут быть айтишники, там, те же Astra и Positive Technologies, да. Это могут быть застройщики, например, самолет. Ну и, судя по риторике властей, инвестиции будут перетекать из нефтянки в другие отрасли, при этом ни год и ни два. Ну, кстати, об айтишниках. Во вторник они у нас снова вырвались в лидеры роста и снова, кстати, без новостей. Акции Positive Technologies обновили очередной исторический максимум и в моменте они стоили 2715 рублей. Бумаги Яндекса подражали до уровня февраля 2022 года 3840 рублей за одну бумагу. Позитивы Яндексу могло, кстати, добавить заявление аналитиков в Сберси Айби. Они считают, что навеса продавцов в бумагах после редмицеляции по Яндексу не будет. Компания может взять на вооружение кейс с переездом ТКС-холдинга. Эксперты считают, что Яндекс также может предложить инвесторам обратный выкуп акций или объявить о сделке по слиянию и поглощению. Но в целом среди аналитиков сохраняется мнение, что бумаги айти-гиганта все еще слишком дешевые. Например, в БКС Мир Инвестиций заявляют, что справедливая цена 4400 за акцию. Ну, кстати, эффективность подхода ТКС-холдинга к редмицеляции хорошо видна по актуальной динамике акций. Бумаги компании во вторник выросли гораздо больше, чем у других крупных игроков. К вечеру они уже прибавляли почти 6% у нас. То есть ситуация, которая была у ВК, когда акции сразу после переезда упали почти на 20%, как мы видим, в этом кейсе не повторилось. Покупатели довольно быстро одолели продавцов, которые купили бумаги в Евроклире с дисконтом. Вполне возможно, что избежать падения помог как раз-таки объявленный ранее байбэк до 10% уставного капитала. Это был такой, на самом деле, довольно грамотный ход для управления вниманием на публичном рынке. В целом, история со слиянием с Росбанком должна позитивно отразиться на стоимости акций ТКС-холдинга. Если все пройдет успешно, то это будет по итогу один из крупнейших банков по капитализации, а бумаги его могут войти в топ по ликвидности на фондовом рынке. В таком случае должен вырасти интерес со стороны институционалов, ну а это, как вы понимаете, всегда хороший стимул для роста котировок. Но, правда, есть на рынке мнение, что у Тинькофф и Росбанка слишком разные бизнес-модели, и поэтому не совсем понятно, собственно, какая структура в итоге получится. Будет ли это один общий бренд или же банки все-таки продолжат работать под своими вывесками? Пока деталей не хватает, но, в общем, будем следить за развитием событий очень внимательно. Это, конечно, кейс такой интересный. Ну, а еще мы с вами будем следить за акциями ВУЖ в предстоящем летнем сезоне, потому что сегодня вот бумаги и сервисы аренды самокатов тоже обновили исторический максимум. С декабря акции выросли уже в полтора раза, и в воздухе сейчас висит один вопрос, собственно, а что же будет дальше с бумагами? Ну, объективно оценить финансовое состояние компании мы с вами сможем в конце марта, когда выйдет отчет ВУЖ по МСФО за прошлый год. Операционные результаты, опубликованные в январе, однозначно радуют. Мы видим, что количество поездок выросло на 87%, ну а число зарегистрированных пользователей на 71%. При этом флот компании тоже почти удвоился, и он составил почти 150 тысяч устройств. К новому сезону сервис прикупил еще почти 44 тысячи средств индивидуальной мобильности. На днях ВУЖ показал свой обновленный самокат с большим номерным знаком и повышенной надежностью. Ну и вывод тут можно сделать, собственно, следующий. Кикшеринг подходит к лету в отличной форме и вполне возможно сможет увеличить прибыль в этом году. Однако акции ВУЖ слишком сильно росли зимой, и тут есть вероятность, что весь потенциальный рост бумаги уже исчерпали. Но давайте мы с вами все-таки вернемся к этому разговору после публикации отчета. Возможно, компанию еще все-таки рано списывать со счетов. Будем тоже с интересом за этим бизнесом наблюдать. Ну и в завершение темы я отмечу новость, которая прилетела уже под вечер вторника у нас. Россияне смогут получить выплаты по ценным бумагам со счетов типа С. Соответствующий указ 19 марта подписал Владимир Путин, и речь идет об акциях, расписках, облигациях, ОФЗ и евробандах, которые учитываются в иностранной инфраструктуре. Выплаты по ним на счетах типа С копятся с весны 2022 года. Теперь их можно перечислить на рублевые счета резидентов, и для этого нужно направить заявление российскому депозитарию или должнику по еврооблигациям. Я думаю, что уточнить порядок действий можно у своего брокера, либо мы расскажем подробности, как только они появятся. Теперь, друзья, пару слов скажу о рынке облигаций. Там сейчас тоже не соскучишься. Доходность российских ОФЗ продолжает расти и предоставляет инвесторам на самом деле уникальный шанс заработать. Мы видим с вами, что индекс RGBI, наш главный индекс по облигациям, падает уже вторую неделю. Десятилетние ОФЗ дают почти 14% годовой доходности. Мы с командой считаем, что сейчас хорошая возможность для того, чтобы начать формировать свой долгосрочный облигационный портфель. Доходности долгосрочных облигаций приблизились сейчас к ключевой ставке. Этого не было уже довольно давно. Это значит, что рынок растерял тот оптимизм, который был пару месяцев назад. Тогда многие считали, что ставки начнут снижать так же быстро, как это было и раньше. Но сейчас, как мы видим, экономическая ситуация, конъюнктура немножко другая. И ЦБ действует так же иначе. Сейчас вы можете зафиксировать большую доходность на долгий срок, но без фанатизма. Не надо влетать на 100% в портфель с ключами в облигации. Нужно покупать частями и нужно следить за тем, как рынок будет себя вести. Ну, а если вы не знаете, что конкретно брать, то, друзья, просто посмотрите нашу подборку интересных корпоративных облигаций в канале Ивбонс. Переходите по QR-коду на экране или по ссылочке в описании и забирайте в закрепленном сообщении. Я уверена, что многим пригодится, потому что эти бумаги можно держать до погашения и получать доходность выше инфляции. Либо зафиксировать прибыль на росте этих облигаций, когда ставка пойдет вниз. Если же инвестор не верит, что ставка скоро начнет снижаться, то можно купить на самом деле флоутеры. Ну, там, например, УФЗ-29024, которая будет давать доходность на уровне ключевой ставки аж до 2035 года. Кстати, подборка классных флоутеров тоже есть у ребят в Ивбонс, так что заходите и обязательно подписывайтесь. Все ссылочки в описании к этому видео вы найдете. Ну и, друзья, в завершении выпуска давайте мы с вами поговорим о ваших персональных данных немножко. Нет, на сей раз речь пойдет не об утечках и мошенниках, хотя о размещении нашей личной информации на отдельных ресурсах мы с вами поговорим. Итак, довольно громкая новость, про которую нам много тоже писали в комментах. Власти планируют расширить перечень сведений о россиянах, которые хранятся в ЕРН. Только тут очень важно не путать с ЕГРН. То про недвижимость, а ЕРН – это единый регистр населения. Значит, что это такое за зверь? Эта система была утверждена в 2020 году и с 2022 постепенно она вводится в эксплуатацию. Туда вносят данные о каждом жителе России из самых разных ведомств. Мигранты, кстати, там тоже есть, а оператором ЕРН выступает налоговая инспекция. Сейчас там довольно общая информация, то есть там ФИО, даты и место рождения, пол, семейное положение, паспортные данные, наличие статуса ИП и нахождение на воинском учете. Плюс гражданство и данные о наличии документа на право постоянного проживания в другой стране. Это тоже все учитывается. Теперь же весь этот перечень хотят серьезно так расширить, например, конкретизировать последний пункт. Вносить в ЕРН информацию о ВНЖ в другом государстве, его окончании, иностранном гражданстве или подданстве и так далее. То есть вся эта информация будет собрана в одном месте. Добавить хотят и более личные сведения, кстати, тоже, ну вот, например, о родительских правах. Лишили, ограничили, восстановили, это все будет отражаться в единой системе. Также могут появиться данные об опекунах и попечителях, плюс информация об ограничении дееспособности гражданина. Ну а еще о водительском удостоверении. Ну, в общем, такая вот полная картина по человеку будет, соответственно, сформирована. Как эту идею объясняет у нас государство? Ну, Минфин утверждает, что вот эта расширенная, как бы, база ЕРН нужна для того, чтобы улучшить предоставление адресной социальной поддержки российским семьям. Ну, как там выразились, вывести ее на качественно другой уровень. Ну, чуть не забыла еще такой очень важный момент. В регистр добавят информацию об отпечатках пальцев иностранцев, которые въезжают в Россию. Ну, точнее, не о них самих, а о документах, которые подтверждают, что при въезде человек зарегистрировал свои отпечатки. И о бумагах, которые удостоверяют личность тоже. Ну и плюс данные о временном удостоверении личности для тех, кто находится здесь без гражданства. Ну, возможно, казенные формулировки вас маленько утомили. Давайте коротко подытожим. Власти хотят хранить больше сведений обо всех нас в одном месте. Ну, наверное, с точки зрения предоставления каких-то услуг это может быть действительно довольно полезным. Хотя могу еще предположить, что раз автором поправок стал Минфин, а курирует ЕРН, федеральная налоговая служба, то это может как-то пересекаться с грядущим изменением налоговой системы тоже, которую сейчас наше правительство, как вы помните, готовит. Не могу исключать. Но это пока только догадки. А вы напишите в комментариях свои предположения, собственно, зачем государству потребовалось собирать больше данных в одном месте и насколько вы, в принципе, позитивно к таким изменениям относитесь. Кто-то скажет, я рад, здорово, будет удобнее какие-то совершать операции, какие-то оформлять документы. Ну, а другие, возможно, скажут, что вот как же так, мы все под колпаком и, значит, за нами следят где-то сверху. Ну, в общем, что вы об этом думаете, пишите в комментариях. Ну, а я, друзья, на этом буду заканчивать. Все полезные ссылочки в описании к этому видео вы найдете. Пользуйтесь, регистрируйтесь, подписывайтесь. Если это видео вам понравилось, то не забывайте ставить лайк. Это очень приятно и полезно для нашей команды. Ну, и на наш канал тоже обязательно подпишитесь, потому что здесь становятся финансово грамотными. С вами была Кира Юхтенко, команда InvestFuture. Берегите, пожалуйста, себя, своих близких и свои деньги. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok